Не запомнись Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас Номер 45 1 Коринфина, 15 глава и 5 стих И что явился Кифе, потом 12 Толкование блаженного Феофилакта В первых, поставляет свидетеля, достовернейшего из всех Хотя Евангелие говорит, что Господь явился прежде Марии Евангелие от Марка, 16 глава, 9 стих Но из мыжей первому явился Петру, как лучшему из учеников Ибо тому, кто первый исповедовал его Христом, следовало первому видеть и воскресение Является ему прежде прочих и по причине отречения его, дабы показать ему, что он не отвергнут Матфей сопричислен вместо Иуды после вознесения Господня Как же Павел говорит, потом 12 Отвечаем, вероятно, он явился Матфею после вознесения, как явился и Павлу, призванному после вознесения Посему он и не указал времени, но выразился неопределенно Некоторые же говорят, что здесь ошибка Песца Или Господь, вперед зная и презирая, что Матфей будет сопричислен к 11, явился ему, чтобы он и всем отношений не был ниже прочих апостолов Нечто подобное выражает и Иоанн, когда говорит Фома, 1 из 12, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 24 стих Ибо всякий скорее скажет, что он сопричистил прочим апостолам Матфея по предвидению, чем Иуду после его предательства и самоубийства 1 Коринфяна, 15 глава, 6 стих Потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время Из которых большая часть до ныне в живых А некоторые и почили Толкование После доказательства из Писаний Приводит вас свидетели апостолов и других верных людей Слово более некоторые объясняют так Свыше, с небес Что он высоко и над головой явился им для того, дабы удостоить в истине вознесение Иные же понимали так Более, нежели пятистам Я, говорит, имею живых свидетелей Из речения почили Приготовляют начало воскресения Ибо кто спит, тот и встает 1 Коринфяна, 15 глава, 7 стих Потом явился Иакову Также всем апостолам Толкование Брату Господа, поставленному от него первым епископом в Иерусалиме Ибо были и другие апостолы Каковы семьдесят учеников 1 Коринфяна, 15 глава, 8 стих А после всех явился и мне Как некоему извергу Толкование Это слово смиренно мудрее Смирение же сие употребил Благоразумно для того, чтобы Когда скажет о себе высокое Я более всех их потрудился Стих десятый Ему не отказали в вере Как самохвалу Извергом в собственном смысле Называется недоношенное дитя Которое женщина выкидывает Поскольку называет себя Недостойным апостольского звания И человеком отверженным Стих девятый То назвал извергом Как недозрелого По отношению к апостольскому достоинству Некоторые же под извергом Разумели позднее рождение Так как Павел Последний из апостолов Но Павла не уничижает то Что он последний увидел Господа Ибо и Иаков Не ниже прочих пятисот От того что увидел Господа Позже чем они 1 Коринфянам 15 глава 9 стих Ибо я наименьший из апостолов И не достоин называться апостолом Потому что гнал церковь Божию Толкование Сам о себе произносит суд Я говорит меньше Не только двенадцати Но и всех прочих Смотри Здесь напоминает о тех грехах О которых избавился через крещение Для того чтобы показать Какую благодать получил от Бога Для чего же выставляет сам себя Свидетелем воскресения Христова Так как он явился ему Перечисляет свои недостатки Для того чтобы заслужить более доверия Ибо кто по суще справедливости Изложил собственные недостоинства Тот не будет напрасно говорить В пользу иного 1 Коринфянам 15 глава 10 стих Но благодатью Божию Есть то что есть И благодать его во мне Не было тщетно Но я более всех их потрудился Не я впрочем А благодать Божия Которая со мною Толкование Недостатки приписывает самому себе А совершенство относит к благодати Божией И это сказал со смирением Ибо не сказал Я сделал достойной благодати Но благодать Божия Сущая во мне оказалась не тщетной Как? Потому что я потрудился Более всех апостолов И не сказал Я подвергался опасностям Но ограничил похвалу Свою скромным именем труда Говорит это само себе Для того чтобы явиться достойным веры Ибо учитель должен быть Достоин веры И то самое что я потрудился Не мое совершенство Но дело благодати Божией Комментарий Игнатия Лапкина Определить истинность учителя Можно только через Слово Божие По толкованию святых отцов 1 Коринфяна 15 глава 11 стих Итак, я ли, они ли Мы так проповедуем И вы так уверовали Толкование Я ли более потрудился Они ли Но в проповеди мы все согласны И не сказал Если мне не верите То им поверьте Ибо уничижил бы сам себя И оказался бы свидетелем истины Не стоящим веры Но говорит Что и он сам по себе Достойный свидетель И они сами по себе Достаточны Словом проповедуем Так же подтверждает Истину своих слов Ибо мы говорим Не скрытно Но явно И не когда нибудь Но и ныне И вы так уверовали Не сказал Ныне уверуете Потому что они уже колебались Но наряду с прочими И их веру называет Свидетельницей истины Вы, говорит Не поверили бы напрасно Ложным и обманчивым речам Если бы не были убеждены В истине Проповедуемого Комментарий Игнатия Лапкина Какое бы нравоучение Не пришлось читать Пусть ты будет Самый известный Канонизированный Учитель церкви Но ты и тогда Умей проверить По Слову Божию Согласны ли Его слова С тем Что говорит Бог Проповеди апостолов Их послания Не разнятся Друг от друга И не противоречат Одно другому Но стоит Почитать Выступления архиереев В советские времена И сегодня Как они разнятся 1 Коринфянам 15 глава 12 стих Если же О Христе Проповедуется Что Он Воскрес из мертвых То как Некоторые из вас Говорят Что нет Воскресения Мертвых Толкование Прекрасно Рассуждает Сначала Доказал Что Христос Воскрес И что Так проповедуют Он И апостолы А потом Его воскресение Подтверждает Общее воскресение Так Так как за головой Нет воскрес То и Христос Не истреблен Ни смерть Не упразднена Наконец И мы проповедовали Пустое И вы поверили Пустому 1 Коринфянам 15 глава 15 стих Притом Мы оказались бы И лжесвидетелями И о Боге Потому что Свидетельствовали бы О Боге Что Он Воскресил Христа Которого Он Не воскрешал Если То есть Мертвые Не воскресают Толкование Мы Оказываемся Неправыми Потому что Ложно Показали О Боге Что Он Воскресил Того Кого Не воскрешал Такое Вытекает Следствие Если Мертвые Не воскресают Если Такое Следствие Нелепо То Нелепо Верить И тому Что Мертвые Не воскресают 1 Коринфянам 15 глава 16-17 стих Ибо Если Мертвые Не воскресают То И Христос Не воскрес А Если Христос Не воскрес То Вера Ваша Щетна Вы Еще Во Грехах Ваших Щетна Щетна Я думаю Как же Щетна Толкование Опять Защищают То же Самое Положение Ибо Он Для Того Воскрес Чтобы Устроить Всеобщее Воскресение Если Нет Воскресения То И Он Не Воскрес Если Это Допустить То Вера Ваша Напрасна Что Нелепо Вы Еще Во Грехах Ваш Если Он Не Воскрес То И Не Умер А Если Не Умер То И Греха Не Истребил Ибо Смерть Его Для Истребления Греха Смерть Первое Воскрес Воскрес Нерождение Даже Попразднование Непрерывное Воскресение Говорит Нибо Сказано Вот Агнец Божий Который Берет На Себе Грех Мира Евангелие Атеана 1 Глава 29 Стих Агнец Назвал Его Без Сомнения По Причине Заклания Если Же Грех Не Истреблен То Вы Конечно В Нем Остаетесь Как Вы Уверовали Что Вы Избавлен От Него 1 Коринфян 15 Глава 18 Вот Тебе Мусульман Иса Иса Который Не Умирал За Грехи Людей Это Совершенно Не Иисус Это Другая Личность Иисус Умер За Грехи Наш Агнец Ягненок Поэтому И Умершие Во Христе Погибли То Есть Те Которые Умерли За Христа И Свидетельствовали О Нем Погибли Если Нет Воскресения И Вообще Все Которые Умерли Во Вере Христовой И В Жизни Тесной И Скорбной Погибли Потому Что Лишились Мирских Удовольствий И После Сего Не Получат Никакого Блага Если Не Будет Воскресения 1 Корыстана 15 Глава 19 И Если Мы В Этой Только Жизни Надеемся На Христа То Мы Несчастнее Всех Человек Толкование Если Говорит Все Наше Ограничивается Здешней Жизнью И Мы Уповающие На Христа То Есть Имеющие Надежду На Христа Существуем Только В ней А Там Нет Иной Жизни То Мы Несчастнее Всех Так Как Нездешними Благами Не Наслаждались Как И Выше Сказано Ни Будущих Не Получим Потому Что И Не Воскреснем Как Некоторые Говорят Быть Может Скажет Иной Одна Душа Будет Наслаждаться Почему Же Так Трудилась Не Одна Только Она Но И Тело Где Справедливость Если Тело Перенесшее Большую Часть Трудности Обратится В Ничто И Не Получит Никакого Блага А Вечно Будет Одна Только Душа 1 Кори 15 Глава 20 Но Христос Воскрес Из Мертвых Первенец Из Умерших Толкование Показав Сколько Рождается Нелепости От Неверия Воскресения Повторяет Слово И Говорит Как Бы Так Вот Что Следует Если Нет Общего Воскресения Когда И Христос Не Воскрес Но Христос Воскрес Посему Будет И Общее Воскресение И Этих Нелепости Не Случится Постоянно Прибавляет Из Умерших Дабы Заградить Уста Манихеев Если Он Первенец Из Умерших То Без Сомнений И Им Должно Воскреснуть Ибо Первенец Имеет Из-за Ним Следующих Например Когда Из-за Многих Один Сделает Что-нибудь Начав Первый А Прочие Будут Продолжать Это 1 Кариф 15 Глава 21 22 Стихи Ибо Как Смерть Через Человека Так Через Человека И Воскресение Мертвых Как В Адаме Все Умирают Так Во Христе Все Живут Толкование Присовокупляет Причину Которой Подтверждается Сказанное Нужно Было Говорить Чтобы Само Побежденное Естество Победило И Чтобы Сам Низверженный Преодолел Ибо Как В Адаме То Есть Через Падение Адама Все То есть Потому что Христос Оказался Безгрешным И Неповинным Смерти И Хотя Умер Добровольно Но Воскрес Потому что Тление Не могло Удержать Его Начальника Жизни Деяния 2 глава 24 стих И Это Все Идет Против Манихеев 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 А тут Сейчас Их нет Манихеев Ну Надо Приблизительно Кто-то 1 Коринфян 15 Глава 23 стих Каждый В своем Порядке Первенец Христос Потом Христовы В пришествии Его Толкование Да бы ты Услышав Что все Живут Не подумал Что и Грешники Спасутся Добавил Что Касается Воскресения То все Живут Но Каждый Будет В своем Порядке И В том Чего Достоин Христос Стал Первенцем И путем Воскресения После Него Те Которые Принадлежат Ему То есть Верно И угодно Ему Воскреснут Прежде Прочих Когда Он Будет Сходить С небес Это Значит Пришествие Его Ибо Праведным Справедливо Иметь Какое Либо Преимущество И в Самом Воскресении Поскольку Они Будут Восхищены На Воздухе Встретение Господу 1 Псалоникийцам 4 глава 17 стих То Воскреснут Прежде Между тем Грешники Как Осужденные Будут Внизу Ожидать Судью Потом Конец Всего И Самого Воскресения Потому Что Все Вообще Воскреснут Ибо Ныне Воскрес Один Только Христос А Дела Человеческие Остались В своем Положении Но Тогда Будет Не так Но Все Получит Конец 1 Коринфяна 15 глава 24 стих А затем Конец Когда он Предаст Царство Богу И Отцу Когда Упразднит Всякое Начальство И всякую Власть И силу Толкование Писание Знает Два Царства Одно По праву Усвоения Другое По праву Творения По праву Творения Он Царствует Над всеми Над эленами Иудеями И над всеми Бесами И над теми Которые Не хотят Всего По праву Усвоения Он Царствует Над верными И святыми Которые Добровольно Подчиняются Об этом Царстве Сказано Проси Меня И я Дам народы В наследие Тебе Псалом 2 Стих 8 И дана И дана Не всякая Власть Евангелие От Матфея 28 Глава 18 Тебе И Донбасс отложились Вот тебе и Чечня Чечня отложилась плохо А Донбасс отошел хорошо Что за двойной стандарт? Когда сын произведет войну И покорит те народы Тогда может сказать, что он передал войну отцу То есть показал, что порученное ему Дело окончено Итак, Павел говорит Что когда сын все покорит Тогда будет конец Ибо Христос тогда совершенно воцарится над нами Когда мы уже не будем разделяться между Богом и Князем мира Он как бы отнимет царство, похищенное тираном И представит он и отцу свободным То есть, когда победит и укоротит лукавые силы Ибо ныне они действуют весьма много А тогда перестанут действовать Первое послание Коринфянам 15 глава, 25-26 стихи Ибо ему надлежит царствовать Доколе не зложит всех врагов под ноги свои Последний же враг истребится Смерть Толкование Поскольку сказал Что он упразднит супротивные силы И поставит трофеи А кто-нибудь мог усомниться и сказать Быть может он ослабеет Пока это Покуда это все сделает И не сможет исполнить это То говорит Что он не ослабеет Но ему должно царствовать То есть вести себя как царю И как сильному Доколе покорит врагов И последнего из них смерть Ибо кто покорил дьявола Тот очевидно покорит И дело его смерть Из чего же было бы видно Что она покорена Если она не выдаст тела Тела которыми овладела Ибо тогда собственно будет она побеждена Когда и добыча ей будет расхищена И так услышав Что он Упразднит всякое начальство И власть Не бойся Что он ослабеет И не сделает всего Он сделает все Царствуя и управляя войной Доколе покорит всех Видишь ли Что слово Доколе Поставлено Не для уничтожения Того Что после сего Но по причине О которой сказано Ибо говоришь Царство его пребывает И не ослабевает Доколе он устроит все Тем более Пребудет оно После того Как он устроит все Ибо царство его Не будет конца Евангелие от Луки 1 глава 33 стих Григорий же Богослов говорит Что здесь царство Называется то Что он Производит подчинение И поставляет нас Под свое владычество Почему Когда мы покоримся ему Такое царство его То есть Старание и деятельность О подчинении нас ему Прекратится Ибо как строитель Дотоле занимается строением Доколе наложил крышу А после прекращает Дело стройки Так и сын царствует То есть Устрояет В нас свое царство Дотоле Доколе мы Сделаемся его поданными 1 Кориффе на 15 глава 27 стих Потому что Все покорил Под ноги его Когда же сказано Что ему все покорено То ясно Что кроме того Который покорил ему Все Толкование Поскольку Сын не сказал Что он Не зложит Врагов И воздвигнет Трофей То боялся Чтобы не подчисли Сына Каким-нибудь Иным началом Нерожденным Посему Все относит К отцу Говоря Что он Покорил Сыну Врагов А как он Писал Келлинам У которых Была молва Что Зевс Восстал На отца То говорит Что сыну Все покорено Кроме отца Ибо он То и покорил Сыну Все прочее Может как написано 1 Калифина 15 глава 28 стих Когда же Все покорить ему Тогда и сам Сын покорится Покорившему Все ему Да будет Бог Все Во всем Толкование Да бы кто Не сказал Что хотя Отец И не покорил Сыну Однако Сыну Ничто Не препятствует Быть сильнее Его Сполна Разрушает Такое Предположение И говорит Что и сын Покорится Отцу Показывая Полное Единомыслие Сына С отцом Посему Знай Что отец Есть причина И источник Сей силы Для сына И что Сын Не есть Какая Нибудь Иная Сила Противоположная Отцу Если Потребил Выражение Более Смиренное Чем следовало То не Удивляйся Ибо Павел Когда хочет Уничтожить Что-нибудь С корнем Обыкновенно Потребляет Усиленное Выражение Например Желая Доказать Что верующая Жена Живя с мужем Неверующим Не терпит Вреда Он сказал Что неверующий Муж Освящается Женой 1 Коринфянам 7 глава 14 стих Не то Он говорит Что муж Оставаясь Неверующим Делается Святым Но усиленным Выражение Показывает Что верующая Не терпит Никакого Вреда Так и здесь Именем Покорения С корнем Разрушается Лукавый Помысел Который мог Явиться У иного О том Что сын Может быть Сильнее Отца Если он Может совершать Столько Дел Григорий Богослов Говорит Что сын Усвояя Все наше Себе И наше Подчинение Почитает Своим Ныне Мы Противимся Богу Вне Верующие Тем Что не Признают Его Верующие Тем Что многие Работают Срастям И посему Это Мы Не покорены Но Когда Они Признают Того Кого Ныне Отвергает А другие Мы Отстанем От страстей В жизни Сей Тогда Без сомнения Можно сказать Что сын Покорился Ибо Приняв На себя Лицо Человечества Он Вменяет Наше Себе Дабы Все Было В зависимости От Отца Дабы Никто Не думал Что есть Два Начала Безначальные И раздельные Ибо Когда Враги Будут Под ногами Сына А сын Не противится Отцу Ну Как Прилично Сыну Покоряется Отцу И отец Будет Все Во Всех И Некоторые Же Говорят Что Этим То есть Покорностью Всего Означается Прекращение Зла Ибо Когда Не будет Греха Очевидно Что Бог Будет Все Во Всех Тогда Не будут Уже Многие Из Для Для И Пища И Питье И Одежда И Помышление 1 Коринфянам 15 Клава 29 Иначе Что делают Крестящиеся Для Мертвых Если Мертвые Совсем Не Воскресают Для Чего И Крестятся Для Мертвых Толкование Еретики Маркианиты Когда У них Кто Нибудь Умрет Без Крещения Скрывшие Кого Нибудь Живого Под Одром Умершего Подходят К Одру И Спрашивают Умершего Желает Леон Креститься Скрывшиеся Под Одром Отвечают Оттуда Что Желает И Таким Образом Его Крестят Вместо Умершего Потом Когда Их Обвиняют В этом Они В защиту Свою Говорят Что Апостол Так Сказал И Приводит Безумное Это Изрещение Но Это Не Так А Как Желающий Креститься Все Произносят Символ Веры А В нем Есть И Такие Слова Вера Воскресения Мертвых Итак Он Говорит Поверившие Будущему Воскресения Мертвых Тел И В такой Надежде Крестившиеся Что Будут Делать Когда Они Что Будут Делать Когда Они Обманулись Зачем Наконец И Крестятся Люди Ради Воскресения То есть Ожидание Воскресения Если Мертвые Не Воскресают Сейчас Во Франции Утвердили Закон Говорит Такого Что Сумершим Можно Венчаться Вначале Как будто Непонятно А потом Понятно То есть Они Не Утвердили Это Документально А Теперь Есть Свидетели Говорят Что Они Были Не Против Но В основном Подают Женщины Мужчина Погиб А Она Теперь Остается Одна И Нигде Ничего Нет И Нужно Свидетельство О Браке Видимо Не Венчание А свидетельство О браке И суд Это Рассматривает Свидетели А он Внезапно Раз И погиб А намеревался С ней Это Расписать Это Ну и Смысл Понятен Делается Да Далее Первая Каифа Нам 15 Глава 30 Стих Для чего И мы Ежечасно Подвергаемся Бедствиям Толкования Если Вы Не Принимаете За доказательство Воскресение Словесного Исповедания Которые Совершают Крестящиеся То Вы Имеете Свидетельство И в делах И во всем Мы Апостолы Постоянно Бедствуем А если бы Не было Воскресения То из-за чего Мы терпели Бедствие Для какого Удовольствия Ибо Если Иной Решится На бедствие Исчиславие То Решится Однажды Но Ежечасное Терпение Бедствий Как мы Терпим Служит Величайшим Доказательством Уверенности Воскресения 1 Коринфяна 15 глава 31 стих Я Каждый день Умираю Свидетельствуюсь В том Похвалой Ваши Братья Которую Я имею Во Христе Иисусе Господе Нашем Толкование В словах Подвергаемся Бедствием В 30 стихе Указал На бедствие А здесь Выставляет Еще нечто Большее Именно Ежедневную Смерть Как же Он умирал Каждый день Своей решимостью И готовностью К этому И перенесением Таких бедствий Которые Влекли За собой Смерть Свидетельствуюсь В том Похвалой Ваше То есть Свидетельствуюсь Вашим Успехом Которым Я хвалюсь Ибо Успех Учеников Составляет Похвалу Для Учителя Потом Относя Это Ко Христу Говорит Которую Я имею Во Христе Иисусе Ибо Это Его Дело А не Мое Весьма Мудро Напоминает Им Об этом Как Успехом Вашим Я хвалюсь То покрой Стыдом Если Вы до Конца Пребудете В сомнениях И не Уверуете В воскресении Первая Воскресение Борьбой Не разумеем Тех Которые Не Признают Воскресение Первая Коринфянам Пятнадцатая Глава Тридцать Третий Стих Не Обманывайтесь Худые Сообщества Развращают Добрые Нравы Толкование Обращают Речь На Увещание Между Тем Прикровенно Обвиняют Их Безумие И Легкомыслие Ибо Это Выражает Словом Не Обманывайтесь Добрыми Жанравами Называют Нравы Легко Сдающиеся На Обман Показывают Вместе И Того То Что Их Другие Увлекают Такие Рассуждения Все Внезапно